ciao ragazzi hope you doing well и сегодня я хочу поделиться с вами своими впечатлениями от знакомства с четырьмя ароматами от марки манталь четыре новых ароматов 2017 года и давайте приступим первый аромат называется sweet peony сладкий пион и это правда что он сладкий но на мой взгляд не совсем правда что он пион но по крайней мере в моем восприятии я еще ни у кого не встречала ноты реалистичного пиона для себя в парфюмерии и собственно говоря у мантали я ее тоже не встретила да безусловно верхах есть нота которая признана нам изображать пион и такая знаете я ее называю посешно такая мармеладно-розовая вот такая нота она есть но ну опять же вот пионы я нюхала ничего общего с садовым пионом это не имеет возможно да вот мы обсуждали есть какие-то еще там древовидные пионы что-то куда-то туда-то но нет мне это на пион не похоже просто вот такая вот мармеладно-розовая мармеладно-розовый старт затем даже не затем а самого начала совершенно в унисон с этой розой идут компоненты идут ноты которые вообще не нужно быть даже опыт мне кажется любителем парфюмерии чтобы различить этот явный такой кокос эту явную ваниль есть немножечко отголосок кофе такой да это все таки как-то смягчает этот аромат иначе бы он был совсем таким знаете диабетичным что еще есть есть персик но вот знаете не прямолинейный такой прямо вот реалистичный персик а просто какая-то некая сладкая опять фруктовость какая-то сочность персика естественно есть там роза заявлено в нотах жасмин и по-моему из таких приличных компонентов там есть сандал который мы не знаю я как отдельную ноту не слышу но в общем и целом вы знаете он чем-то напоминает если обращаться к моменту заимствования пьер монтальевич у самого себя он напоминает у а вайлд кенди аромат вайлд кенди от монцера там тоже есть кокос ваниль вот эти фрукты но там по моему все таки мы такая более такая я там слышала даже ут или что-то такое такое деревяшестая немножечко база более такая солидная здесь этот аромат супер не для меня возможно так воспринимает мой нос возможно так заслащивает на кожу невероятно сладкий цветочно фруктовый аромат но он на при этом не является знаете для меня он является гурманским потому что мини не напоминает ни о какой еде которую я знаю ни о каком десерте просто вот по отдельности эти вот какие-то на тропическо-гурманские ноты такие как вот кокос который я не очень люблю вероятно поэтому мне меня и вот эту сладость немножечко напрягает кокос ваниль вот это вот сладкая жасмина роза пион вот но в общем и целом очень-очень-очень-очень сладко на мой вкус мне было в нем тяжело сколько я выдержала не знаю наверно полдня в нем выдержала потом его залила роза на ним от отрия колон которая такая вот кислотерпка удовая и прямо выдохнула с облегчением потому что на меня прям давил горле перешила очень сладкий пион с кокосом ванилью с чем еще с кокосом с ванилью щепоточкой кофе но прямо очень-очень сладко не знаю мне не очень понравилось честно говоря правда сладкий но неправда что пион на мой взгляд следующий аромат называется ой это у нас выпали арабский скакон daydreams дневные мечты или что-то в этом роде что-то такое аромат тоже на мой взгляд здесь вот на блотере он звучит лучше чем с меня потому что я вы тоже относила с трудом здесь у нас идут для меня ведущая ведущая такая вот ведущий аккорд это тоже тиаре кокос ваниль в старте там якобы должны быть какие-то цитрусы на роли ну что-то честно говоря вот на мне не даже на блотере но я сейчас обновлю попробую расслышать какие-то цитрусы так потому что там что нам говорят эти не будут сладко сразу и сразу вот тиаре ваниль кокос не хватает мне в этом аромате вот как раз тех нот которые заявлены до мандарин апельсин на роли вот если бы они были и они как-то бы вот эту сладость цветочную опять вот эту тропическую то есть это какой-то новый видимо ну не новый да вот это триада ваниль кокос тиаре используется часто манталем ну в общем опять же для меня слишком сладко немножечко опять же нет на мне на моей коже все это очень заслачивалось не было развития были вот эти сладкие жасмин fleur d'orange тиаре и не хватало мне не не жасмин апельсиновый цвет немножечко он знаете дает опять же в каких-то сочетаниях он не дает легкий отсыл к перикмахерской вот тоже не это не очень понравилось на мне опять же моё восприятие и усаживается в такое вот какой-то опять кокосово-конфетное нечто он мне нравится чуть больше чем сладкий пион потому что здесь кокос менее явный он так по цветами более приглушен и ну такой аромат очень сладко сочный цветочный кокосово-ванильный в принципе на мой взгляд ничего абсолютно нового здесь не сказано наверное только если кому-то прямо на ком-то он как-то очень интересно раскроется мне так кажется потому что в другом случае но это как-то просто сладко не знаю ничего плохого опять же сказать не могу мне кажется его нужно наносить микродозах и вот это такая тропическая сладкая цветочность daydreams на мой взгляд ничего нового один из можно воспутать с очень многими такими сладкими ароматами от манталь следующий аромат это аромат intense черри и он не изначально показался очень сладким но после я выносила первым после того как я протестировала аромата который я вам уже рассказала все познается в сравнении я решил что не такой же он уж и сладкий но на мой взгляд и значит что здесь заявлено из нот здесь заявлено вишня естественно бергамот потом жасмин роза ваниль сандал и мускус вы знаете на мой взгляд это аромат не столько про вишню в какой-то ее уже зрелые поставь и для меня в моем восприятии это аромат про очень концентрированный очень классный какой-то свежий живой вишневый цвет ну вот очень такой прямо вот сконцентрированный да сконцентрированный не знаю разогретый солнцем сладкий вишневый цвет он в какой-то момент на мне зазвучал на моей коже мне вот он с блотера нравится больше чем на мне у меня горячая кожа она его все-таки заслащивала немножечко а с блотером звучит более знаете действительно с какой-то кислинкой такой очень уместный чувствуется какой-то цитрус ну вот они говорят бергамот и вот и вот он переливается как мне кажется на грани вот от этого цвета к ягоде вот еще раз говорю какой-то вот прямолинейный вишни как ягоды или варенье я здесь не слышу но вот этот концентрированный вишневый цвет вот он дает вот эту аллюзию какую-то вишневую ну очень на мой взгляд этот аромат достаточно удачный интересный единственное что вот посадка на себя мне не очень меня не очень порадовала потому что было слишком сладко и в какой-то момент как ни странно он не напомнил на мне на коже на блотере этого не происходит а какой-то из может быть там и классический может быть воде туалет бери резистибль от живанши вот как-то так не знаю почему то есть тот аромат да это розовый аромат но вот как-то вот он звучал похоже на мой взгляд вот интенс черри хотя он такой по пирамиде самый простой это такой уровень хорошего хорошего люкса он с уверенной стойкостью он все-таки давить у него есть варианты раскрытия здесь он более кисловатый терпел мне так нравится с ботера вот правда жалко что мне так не сидит вот на мой взгляд это концентрированный вишневый цвет где-то проскальзывает и вишенка может быть сама красивая роза мускус здесь не кричащий не визгливый очень вполне себе уместный ванили мало аромат не такой знаете не слепательно сладкий сандалы ровно только столько сколько надо такой очень как мне кажется ладно скройный люксовый аромат интенс черри в принципе мне понравилось надо сажать на коже либо вот если бы не заслащивался цена биму не было очень приятный ничего знаете такого вау но носить такое бывает приятно и последний аромат у нас сегодня будет это аромат который выбивается слава тебе вот из из вот этих скажем так каких-то кондитерских эксерсизов и это будет аромат который называется арабинс я думаю что у нас в честь лошадей а не в честь ароматов я надеюсь по крайней мере и это предсказуемо вот знаете после вот этих сладких ароматов очень приятно очень приятно окатить себе освежить свои рецепторы чем-то горько терпким аромат удово кожаный с травами это такой на мой взгляд удово кожаный фужер который опять же моя кожа вот что берет и делает то есть начинается знаете такой вот как удовый фужер такие терпкие там есть лаванда и по-моему шалфей какие-то какие-то специи то есть это начинается все так сухо терпко удово но потом со временем уж не знаю откуда он что берет ну скажем так ингредиенты есть к этому располагающие здесь есть пачули здесь есть роза амбра то есть в общем на мне со временем все и вся вот это вот какая-то терпкость удово кожана травная она усаживается и немножечко видимо шоколадные пачули и амбри но знаете именно так намеком они выходят на на первый план и он становится но таким пушистым но такими мишным а я не уверена что он не попадает в список моих желаний потому что у меня я думаю удов и так больше чем мне нужно и уже хватит и уже сколько можно но в общем и целом этот аромат с коняшкой на здесь нету нет здесь здесь нету изображения естественно изображение вам ставлю я очень довольна этим ароматом мне кажется он совершенно однозначно мультигендерный аромат аромат унисекс на мужчине будет более терким будет более такой может быть кожаный такой кожаный удовый фужер а на мне все это совершенно мимимишно засластилась да осталась кожа осталась остался уд но все это какое-то стало такое знаете теплое не прямолинейно кондитерская но очень очень симпатичная мягкая и очень уместная к ношению вот в прохладное время года по крайней мере вот в прохладное время года вот он уже вот прошло буквально я его наносила уже второй раз вот прям знаете вызывает у меня улыбку потому что мне в этом аромате что нравится по сравнению вот с теми предыдущими вот какой-то баланс в нем есть игра в нем есть разные ноты которые уравновешивают то есть есть знаете как мячик кидают одна другое одна другое то есть есть терпкость есть специевость есть при этом сладость на мой взгляд очень хорошо сбалансированный удовокоженный фужерный но при этом совершенно не резкий аромат ну по крайней мере моя кожа его приручила ну просто просто как какое-то очаровательное тепло-специевое восточное вот такое вот это был аромат арабинс который понравился мне больше всего из четырех и так напомню для вас и для себя подведу итог у нас сегодня было четыре аромата сладкий пион sweet peony который показался мне излишне сладким и в общем-то совершенно не пионовым но он я думаю заинтересует любителей аромата wild candy а может быть и нет потому что они все-таки отличаются следующий аромат это daydreams это опять же всякие белые и тропические цветы с кокосом с ванилью ну сладко как-то где-то кремово но на мой взгляд не хватает индивидуальности не хватает игры на мой нос на моей коже intense cherry такая фантазия на тему вишни на мой взгляд концентрированный очень сочный вишневый цвет немножечко когда-то появляется такая всплывает вишня красивая роза вот на мне в скажем так дрейдауне почему-то стал похож на не знаю если с кем-то такое тоже случится расскажите потому что при первом занюхе ничего общего нет не поймите неправильно просто он так на моей коже развился и кожа на удово травный арабиенс очень 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 мне понравился мне кажется достойный удовый аромат для мужчин и для женщин на мне он просто стал сладким замечательным и пушистым и наряду с кожей и вот прям не могу остановиться наряду с кожей и удом такие пачульки такая амбра все очень тепло мягко и невероятно уютно вот это было все на сегодня see you soon bye